Здорово народ, сегодня у нас будет обзор на жидкость ультрамик. Цена данной жидкости 260 рублей за 30 миллилитров, доступная крепность нулевка и тройка, соотношение WGPG 60 на 40. Вот так вот. Сейчас у нас будет клоузап, а потом мы со сдвинутым это все попробуем. Перед тем, как мы посмотрим на бутылочки, хочется сказать производителю спасибо за то, что вот в таком красивом виде, и тут ими шло ура, и флайер, и нам все предоставил. Но не будем сильно отвлекаться, смотрим, что там с бутылочкой. Начну, пожалуй, с этикетки. При первом, так сказать, ощупывании сразу видно, что качество этикетки хорошее, то есть наклейки, ничего не отклеивается, нет никаких острых углов, ну и в целом все вполне хорошо. Ну дальше посмотрим, что же все-таки есть. Название жидкости, то есть линейки, это ультрамикс, название конкретного вкуса, это фрутер, и вот объем 30 миллилитров, и еще даже целых 4 нолика нам здесь указали. То, что это троечка, и то, что это 60 на 40, то есть соотношение WG-PG. А также есть сайт сбоку. С другой стороны, мы видим, что это жидкость для электронных испарителей, и информация стандартного типа о том, какой здесь глицерин, какой пропилен, гликоль, и что здесь пищевые ароматизаторы. И также хочется отметить, что здесь есть значок добровольного сертифицирования, я надеюсь, вы... Ну, здесь очень мелкий шрифт, но там, возможно, вы увидите добровольное сертифицирование. Вот, примерно по наклеечке все. Носик совершенно стандартный, собственно, нажимаете на бутылочку, льется жидкость. Никаких защит от детей, соответственно, и от первого вскрытия здесь не предусмотрено. Ну, а теперь идем наверх. Ну что ж, первая жидкость, это Самуракай, ягоды Асай, заброшенные в ядерно-кремовый реактор. Вот. И, в принципе, вся линейка пронизана какой-то такой научной тематикой. Я вот покажу вам флайер поближе. Здесь вот всякие там баночки, колбы, атомы, ну и прочее. И описание, в принципе, соответствует. Нет, ну описание даже сделано, как таблица этого. Ну, это такой, даже немножко закос под Breaking Bad. Ну, есть вот это ул, уль, ну, то есть уль. Я, правда, не знаю, есть ли такой элемент, начинающийся новым. Нет, нет такого элемента. Уверят? Я не знаю. Нету такого элемента. Ну, в общем, мне кажется, это такой закус небольшой. Ну, что по вкусу-то? По вкусу? Ну, ты знаешь, я тебе скажу так. Я еще ни разу не встречал, чтобы... Нет, ягоду я встречал. Асай, в смысле? Асай, да. У нас даже аромка есть. А, асай флайвер, по-моему. Да, да, да. Вот. Ну, я ни разу не встречал, чтобы ее смешивали с кремом. Знаешь, это вот мы недавно пробовали что-то. А, вейп шаттл пробовали. Вот, и у них там есть экзотика с ванилью. Вот здесь та же... Ну, ребят, так же подошли. Они сделали ягоды с ванилью. Да, они сделали асай. Такая ягода довольно специфичная, вкус у нее. Но он вкусный. Ты здесь вкусный? Нет, потому что даже, когда просто модно делаешь, очень вкусный вкус у ягоды. Вкусный вкус. А, ну да, вкусный вкус, да. Вот. Ну, а здесь они с кремом, ребят, смешали. И очень приятно. Вкусно, да, приятно. Причем хороший такой крем. Я, честно, не могу, ну, расписать конкретно вкус. И чувствуется ваниль, чувствуется. Ягода. Но что за вкус асайи, это надо пробовать просто. Ну, иначе непонятно, что за асайя такая. Ну, да. Тут просто... Ну, как-то не ждать, надо пробовать. Не сравнить ни с одной ягодой, ну, нам известных, клюква, там, черника. Вот это именно асайи вот. Асайи, наверное, оно никак. Нельзя есть. А, опять возвращаюсь, да. Ну. Как вкус передается? Сначала ягода. Потом на выдохе идет крем. Вот попробую или нет. Ну, крем, в принципе, чувствуется и на вдохе вполне. Ну, не так сильно чувствуется. Не так сильно, конечно. Он сильнее проявляется, когда ты выдыхаешь. Да. Ну, на вдохе, да. Просто попалась. Предыдущий обзор делали тот же ваниль с ягодами и фруктами. Нет, там просто фрукты. А, или с фруктами. Это просто экзотические фрукты. Но здесь вот с ягодой экзотической. Ну, что ж, вполне достойный. А еще заметил, у нас в последние обзоры пошли на дешевые, недорогие жидкости. Ну, да. Ну, а что? 260 рублей это ценник. Такой доступный, что? Ну, да, здесь, конечно, пузырье. Опять придерживаюсь к пузырьку, но, знаешь... Да, в пузырьке или дело? Дело не в пузырьке, а в содержимом. Конечно. Вот. А для меня, например, по барабану, конечно, ну, потерплю я буду понажимать. Тем более, я заметил, такие пузырьки со временем мягче становятся. Не знаю. То есть, ты какое-то время нажимаешь на них, а они мягче становятся. Ну, это ты придираешься. Лично для меня оптимальные совершенно пузырьки в плане нажимания. У меня нет никаких. Ну, знаешь, если на 100 рублей дешевле купить, не дешевле купить, а если жидкость на 100 рублей подешевле, можно и потерпеть, и наливать с такого пузырька. Да плевать на эти пузырьки, это так. Это все бренное, главное, жидкость. Вот это уже искусство. Ну, как я и сказал, да, содержимое. По содержимому очень вкусно. Вкусно, хорошо. И ценник, скажу, радует. Радует. Ценник радует. Ну, что ж, идем к следующей жидкости. Что ж, второй вкус это фруктия. Груша, расщепленная на протоны в адронном коллайдере плазма фруктовых чисток. Груша, расщепленная на протоны в адронном коллайдере плазма фруктовых чисток. Помнишь, я говорил, что не мог найти кисленького? Грушу кисленького? Нет, вообще кислую жидкость. Но она не прям такая кислая, я бы сказал. Но она не прям прям сильно кислая, но она кисленькая. Кислит точно так хорошо. Ну, есть, да, согласен. Ну, я бы не сказал, что она прям кислая, кислая. Ну, есть кисленькая. Там, смотри, там с жидкостями нельзя реализовать полностью кислоту. Ну, нет взаимодействия с языком просто. Нет, таких аромок даже нет. Ну, нет. Мы могли бы реализовать тебе полностью кислоту. Нет, понимаешь, дело в чем? Дело в кислоте, как бы, когда мы что-то едим, на языке оно оседает. А аромка не может дать, потому что нет контакта с языком, поэтому как бы невозможно. Ты же права. Вот. Поэтому я тебе и говорю, что нет аромок с полной кислотой. Ну, здесь вот ощущение кислоты есть. И вот это ощущение кислоты именно создает вот эта аромка груши. Ну, груши здесь хорошие. Очень хорошие груши. Встречали мы груши, которые были, ну, хуже вот этой. Невкусные и противные. И здесь фрукты хорошие. Да, я чувствую большой букет фруктов, которые нельзя разделить ничем. Мне кажется, здесь есть еще яблоко. Вот мне напоминает жидкость одну. Ну, яблоко-фрукт. Нет, я не против. Но заявляется-то именно груша. И мне кажется, что здесь есть немного зеленого яблока. Ну, оно вот дает... Да, зеленое яблоко есть. Вот мне кажется. Есть зеленое яблоко, причем в основном, основной вкус. Ну, как всегда, все в миксе делаются. Основной вкус и дополнительные вкусы. Вот здесь основной вкус груша. Да, конечно. Хорошая, вкусная груша. Остальные вкусы это фрукты. И в этих фруктах присутствует яблоко. Ну, ты говоришь фрукты, мне кажется, здесь груши с яблоком и все. Ну, мне кажется, больше нет здесь каких-то. Здесь есть еще другие. Какие? Ну, что-то примерно хоть. Ну, просто я вот не чувствую. Я чувствую лимончик. Это, наверное, из-за кислотки? Нет, я чувствую именно лимончик. Ну, так, очень-очень-очень тонкий вкус лимона, но есть. Не знаю. Ну, да, я думаю. Тоже где-то так вот, чуть-чуть там удалить. Чувствуешь? Да, может, ты прав. Ну, да, на твоей я... Ну, что-то такое проявляется. Ну, вот на своей дарипулечке. Ну, вот как-то лимон... Не знаю, нет. Нет. Я вот груш с зеленым яблочком. Ну, в общем, тоже вкусная жидкость. Мне она очень понравилась еще до обзора. Я вот сидел ее капал частенечко, так сказать. Поэтому я ставлю прям хороший лайк за вкусную грушу с яблоком. А мне грушу с яблоком. Когда я первый раз ее попробовал, вот эту жидкость, мне показалось, что она еще сментовая. Не-не-не. Ну, как это было? А, нет, это показалось. А сейчас вот... Ну, просто свежая, как бы, получается из-за фруктов. Ну, как бы из-за груши с яблоком, по моему мнению. Ладно, что ж, не будем останавливаться на груши, идем к третьей. И последняя жидкость это банана Пауэлла, молекулярная вытяжка из банана, находящегося в периоде молочного полураспада. Ну, давай. Ну, мне кажется, это банановый крем такой. Ну, возможно, мне это напоминает, что это банановый крем, потому что там есть надпись о молочном полураспаде, так сказать. Мне кажется, это банановый крем, немного молока. Вот так. Я разделил все три аробики. Это банановый крем, банан и молоко. Возможно, так и есть, возможно. Но вкусно, что, банан? И скажу тебе так, банановая аромка, именно чистая банановая аромка, очень хорошо дает банан такой, знаешь... Сейчас в последнее время не встретишь в магазинах бананы зеленые. Только если где-то перед Новым годом. Вот есть зеленые бананы, продают. И вот они такие твердые, жесткие, немножко с кислинкой такой. Вот здесь вот этот банан. Я вот такой реализацию первый раз встречаю. Не знаю, мне кажется, это печеный банан. Мне больше напоминает печеный банан. Мне больше. Нет, тебе просто печеный банан, выдох вот этот молока, придает... Да, возможно. ...с кремом. Банан с кремом и молоко придает такой вкус, как будто печеный. Ну, вот мне, да. Ну, если ты помнишь, мы пробовали, не пробовали, парили тогда именно печеный банан. Было, конечно. Он тогда вот реально отдавал именно печеным бананам. Ну, мне все равно напоминает. Вот. А это все-таки... Я понимаю. Лежит банан. Мне все равно напоминает достаточно такой... Ну, чуть-чуть запеченный банан, ладно. Чуть-чуть запеченный банан. Ну, возможно. Возможно. Возможно вот так. В общем, хороший. Хороший жижон. Не, вкусно. Вкусно. Я ничего не могу сказать. Что, давай, не будем задерживаться. Сразу подведем. Подведем. Потому что у нас тут три вкуса и довольно быстро все получилось. Что скажешь? Ну, что я скажу. Жидкость, в принципе, ну, не претендует ни на какие высоты. Это жидкость для рядового потребителя, рядового получателя нашей среднестатистической зарплаты по России. Вкусная. Никаких вот с этим проблем нет. То есть, самозамесом не отдает. Все реализовано достаточно хорошо. Мне понравился особенно фрутер. Я рекомендую вот эту грушу попробовать. Она реально заслуживает того, чтобы ее испытать. Я ее, наверное, сейчас я беру потом. Ну, что ж. Давай. Ты можешь отбирать у меня в моей жидкости. Почему твои? Они же наши. Ладно. А что я скажу? Я скажу так. Это жидкость для ежедневного поглощения. Да, согласен. То есть, повседневка. Повседневка. Хорошая, недорогая повседневка, которую именно на постоянку можно купить себе. Вот понравился какие-то вкусы и купить. Мне он, например, вот понравился, даже здесь отставил, как всегда. Это у меня фрутер, фрутер и асай. Да, асай. Вот. Фрутер мне понравился тем, что хороший фруктовый микс и кислый. Давно ждал такого. А вот асай мне понравился своим оригинальностью. Оригинальный вкус. Еще для того, чтобы каждый день парить. Пережитки прошлого. Ну, все-таки, в общем, был курил, поэтому осталось. Банан. Вот, банан он отставил. Ты банан, я еще с этой не закончил. А, ну ладно, давай. Асай. Асай тоже хорошая поседневка и вот такая вот нестандартная. Ну да, ваниль как бы с ягодой. А банан сам по себе, почему я немножко его так в сторону отставил, да? Банан очень часто встречается. Ну, не так часто. Ну, не так часто, да. Но давно, кстати, не попадался, но в последнее время что-то уже вторая. Ну, вторая, ну, вторая-то не часто. Ну, все равно, как бы, довольно часто все равно встречается. Ну, я просто, честно, к банану в жидкостях отношусь так достаточно нейтрально. А мне нравятся какие-то более, ну, посвежее вкусы. Вот, что-то типа... Ну, кто любит банан, да, кто любит банан, спокойно, да. Очень вкусный банан. Банан вкусный. И вообще, в общих счетах, по всей линейке, говорю опять, что очень хорошая линейка, недорогая и... Постоянная. Да. Постоянная линейка. Можно покупать, постоянно покупать и причем, ну, это не будет бить сильно по кошельку. Ну, и слава богу. Парил я сегодня на Сапоре 22 мм от Аватафо и у меня там два стаггера от Vapor Games. А я парил сегодня на Twisted Mesa и установлены у меня Helix. Ну, а на этом мы заканчиваем. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем вкусного и вкусного. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...